Алина Черненко 27 октября в поселке Трудовое пропала 11-летняя Ирина Шевцова. Девочка утром ушла в школу и до сих пор не вернулась. Полиция вместе с добровольцами продолжает поиск пропавшей. Около 150 человек прочесывают лес, обходят дома жителей, расклеивают листовки с данными девочки. Ее приметы на вид 12-13 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волос русый, завязан хвост, глаза голубые. На ней черная кожаная куртка, черные колготки, белая блуза, серая кофта. Всем, кто владеет какой-либо информацией о местенахождении ребенка, просьба обращаться по телефону, который вы видите на экране. На Борисенко обгорел жилой дом. Вечером жильцы двухэтажки по адресу Борисенко 36 почувствовали резкий запах гари. Выйдя на улицу, граждане увидели, что горит обшивка их барака. Люди немедленно вызвали пожарных. Потребовалась и помощь скорой. Нескольким жителям стало плохо от угарного газа. Огнепорцы быстро ликвидировали пламя. Однако владельцы квартиры опасаются новых возгораний. Граждане уверены, что кто-то специально поджег дом. Некоторые из людей даже выдвинули версию, что поджигателем мог быть кто-то из соседей, недовольных жилищными условиями и пытающихся таким образом решить вопрос с переселением в новое жилье. О других новостях прямо сейчас в Дайджесте. 27 октября на рынке в поселке Заводском обнаружена небезопасная рыба. Реализацией занимался житель Артема, но заработать так и не успел. Приехав на точку, мужчина сразу же заинтересовал специалистов, которые и установили происхождение продукции. В Артемовском городском округе сотрудниками полиции и управления Росферкоснадзора по Приморскому краю Сахалинской области был обнаружен факт продажи местным жителям рыбы лососевых пород. У него в кабине грузовика, в кузове грузовика, в итоге насчитали 94 особи. Это примерно, со слов самого владельца, около 250 килограммов. И он пытался эту рыбу продать. Более того, вся продукция не имела маркировку производителя и ветеринарные сопроводительные документы. А это уже говорит о небезопасности товара. В общем-то, так и вышло. По данным Приморской ветеринарной лаборатории Росферкоснадзора, которая уже делала в этом году мониторинг рыбы, вылавливаемой незаконным способом на юге Приморья, то есть она измается, часть попадает на экспертизу. И вот по ее данным из 20 исследованных проб, все 20 оказались зараженными паразитами, конкретно гельминтами и анизакисами. Этот паразит достаточно опасен, в том числе и для человека. Что касается горе продавца, то в его отношении завели административное дело. Сейчас найденную в заводском рыбу изъяли и поместили на изолированное хранение. 28 октября. В Хасанском районе автомобилисты сняли тигра в прыжке. В машине очевидцев работал видеорегистратор. На записи видно, как огромная кошка делает стремительный прыжок через леерное ограждение и оказывается на трассе. Затем тигр встает на лапы и также стремительно прыгает обратно, после чего скрывается в лесу. 29 октября. На площади Семеновской водитель Тойоты «Алеон» врезался в торговый центр. По предварительной версии, он не справился с управлением при попытке сократить путь. Остановила машину бетонная колонна. Несмотря на это, в аварии никто не пострадал. Правда, водителю машины все же пришлось пройти медицинское освидетельствование. Есть подозрение, что он был пьян. 29 октября. Сотрудники прокуратуры и ГУФСИН подвели итоги масштабной амнистии. Помиловать осужденных решили в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Под амнистию попали впервые осужденные за умышленные преступления, небольшой и средней тяжести, и еще ряд других категорий. Была проведена большая работа, чтобы выявить всех тех, кто может раньше срока выйти на свободу. Пересмотрено более 15 тысяч личных дел осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях края. Из них 667 попали под амнистию. Но пока на свободу вышли не все. В настоящее время двое осужденных по формальным признакам, подпадающих под действием амнистии, продолжают отбывать наказание в лечебно-справительном учреждении. Так как материалы о применении постановления об амнистии к отбывающим наказания осужденным больным туберкулезом, отнесенным к первой группе диспансерного учета, рассматриваются после завершения указанными осужденными интенсивного курса лечения и прекращения ими бактериовыделения. Амнистия также коснулась и людей, условно осужденных, или тех, наказание которых было отсрочено, а еще чье дело не связано с лишением свободы. В общем, уголовно-исполнительная инспекция отпустила 4462 человека. 24 октября закончилось действие амнистии. 29 октября. Ранним утром на улице Героев Тихоокеанцев машина врезалась в бетонную стену. Автомобильец не справился с управлением и его машину занесло. К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было людей, поэтому обошлось без пострадавших. Водитель иномарки, в свою очередь, отделался испугом. Редкий дальневосточный леопард погиб под колесами автомобиля в Хасанском районе. Восьмилетнее животное по кличке Миамур был любимцем Ильи Логутенко и звездой роликов на Ютюбе. По факту гибели зверя сейчас идет проверка. Подробнее о происшествии далее в сюжете. Редчайшая в мире крупная кошка погибла под колесами автомобиля. Самца дальневосточного леопарда сбили на трассе Раздольный Хасан около 9 утра 24 октября неподалеку от поселка Кравцовка. Спасти краснокнижного хищника было невозможно. Удар пришелся на заднюю часть туловища животного. Машина протащила его несколько десятков метров. После этого какое-то время леопард еще метался по дороге в состоянии шока и агрессивно реагировал на проезжающие мимо машины. Затем умер на месте от полученных травм. Невольным виновником несчастного случая оказался водитель автомобиля Ниссана Венир. Мужчина не скрылся с места аварии и дождался оперативно прибывший патруль ДПС и сотрудников национального парка «Земля леопарда». По его словам, на трассу хищник выскочил совершенно неожиданно. Стоит отметить, что тело самца дальневосточного леопарда обнаружили за пределами национального парка вблизи Нежинского охотхозяйства на 35-м километре трассы Раздольный Хасан. Такие ситуации практически не случаются с хищными, с крупными хищными животными. Дальневосточные леопарды и русские тигры, хотя с тиграми подобные ситуации отмечались, но крайне редко. Обусловляется это тем, что леопарды, так же как и тигры, достаточно скрытные животные и достаточно аккуратно себя ведут. Сбитому самцу дальневосточного леопарда было около 4-х лет. Речайшее животное погибло в самом рассвете сил. Численность пятнистых хищников крайне низкая, несмотря на то, что популяция леопардов растет. Всего в мире их насчитывают около 80 особей. И смерть каждого леопарда – серьезный удар по исчезающему виду. Сейчас научные сотрудники работают над идентификацией особи. Тело животного передадут на экспертизу для более детального изучения обстоятельств ДТП. Ведется следствие. На главную тему выпуска мы поговорим с начальником отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда» Валентина Пичугиной. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Валентина, вы одна из первых оказались на месте происшествия. Расскажите, как вы узнали о случившемся? Честно говоря, я оказалась на месте происшествия совершенно случайно. Мы ехали в сторону поселка Барабаш для проведения мероприятия с детьми. И раздался звонок от заместителя директора по охране о случившемся происшествии. Действительно, произошло ДТП. Проезжающий водитель сбил дальневосточного леопарда, о чем незамедлительно было сообщено на ближайший пост ДПС. На место аварии прибыли сотрудники полиции. Но они уже передали эту информацию в национальный парк. Прибыла оперативная группа. Но и, наверное, где-то минут через 20 после начала аварии уже прибыла наша машина, которая просто проезжала мимо. Водитель, насколько мне известно, не скрылся с места происшествия. Да, совершенно верно. Водитель соблюдал все правила, предписанные законом. Он не скрылся с места происшествия. Также он попросил проезжающую мимо машину сообщить о случившейся аварии. Что сыграло в плюс непосредственно ему. Ну а так, в каком он был состоянии? В общем, эмоционально. Ну, нужно сказать, что вообще эмоциональное состояние всех присутствующих, нельзя его назвать благополучным, да, все были встревожены. Сам водитель, наверное, как мне показалось, он до конца не понимал вообще, что произошло. Для него это было очень неожиданно. С его слов леопард буквально в какие-то считанные секунды перепрыгнул через леерные заграждения дороги и попытался перепрыгнуть его машину. Он говорит, что заметил кошку буквально за два метра до бампера. И прыжок леопарда был настолько сильным, что, в принципе, кошка практически перепрыгнула машину, но задней частью тела все-таки ударилась о бампер и из-за этого попала непосредственно под колеса машины. Вот известны какие-нибудь факты, вот дальнейшая судьба как раз-таки водителя. Вот что дальше с ним будет? Ну, непосредственно разбирательством национальный парк именно вот этой части дела не занимаемся. Сотрудники полиции, да, они завели административное дело, это дело передано дальше. Ну и на сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. Угу. Насколько мне известно, что на территории национального парка созданы все благоприятные условия для жизни редких кошек. И все-таки почему леопард вышел на дорогу? С чем связано? Ну, я так понимаю, что одна из главных причин это потому, что дорога разделяет национальный парк, да? Она проходит по себе. Да, 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 совершенно верно. Ну, в принципе, да, дикие животные, они точно так же, как и люди, они считают лес своей территорией. И вне зависимости от того, что дорога проходит по лесной территории, они так же, как и люди, переходят по пешеходным переходам дорогу в городе, так же и животные переходят дорогу, потому что у них просто есть необходимость по какой-то причине попасть на ее другую сторону. Да, известны наиболее частые места перехода животных, но, в принципе, говорить о том, что только здесь проходит зверь, мы не можем. Звери могут переходить дорогу везде и в любое время суток. И сказать о том, что животное появилось на дороге и назвать это событием из ряда вон выходящим, ну, просто неправильно. А обозначены, к примеру, места, ну, где довольно часто переходят дороги животные и можно увидеть дикого животного, ну, и как-то убавить газ и все-таки... Ну, к сожалению, на сегодняшний день действительно знаков сообщающих о том, что могут присутствовать дикие животные, практически не установлено на трассе Раздольная-Хасан. И, да, сегодня уже ведутся разговоры о том, что на этой трассе нужно будет установить такие знаки. Ну, и будем надеяться, что действительно они как-то повлияют в лучшую сторону на данную ситуацию. А редкие животные часто попадают в подобные ситуации? Ну, если мы будем говорить о крупных млекопитающих, о таких, как тигры, леопарды, то нет, конечно, не часто. С леопардом это вообще первый случай. С тиграми такие ситуации уже случались, да, ну, и также известно несколько ситуаций, например, с пятнистым оленем. Дело в том, что более крупные животные, они более осторожны. А то, что касается мелких млекопитающих, это и лисы, и барсуки, и натовидные собаки. Но даже по своему собственному опыту, я тоже являюсь автовладельцем, очень часто вижу этих животных с битым на дороге, ну, и водители даже, вероятнее всего, проезжают, не останавливаясь. Угу. Также, насколько мне известно, что после случившегося было проведено вскрытие. Что оно показало? Ну, вскрытие показало, что животное было в очень хорошем физическом состоянии. Чисто по морфиологическим признакам говорить о том, что животное болело, мы не можем. Да, взяты анализы на гельминтозы, на инфекции. Пока данных, результатов этих анализов нет. Но вот по первым признакам, судя по жировой прослойке, видно было, что зверь активно готовился к зиме, что он был в хорошей физической форме, и, в принципе, его жизни ничего не угрожало. А довольно быстро идентифицировали особь? Ну, потребовалось некоторое количество времени, но вообще нужно сказать, что идентификация происходит быстро и просто. У леопарда свой индивидуальный рисунок, пятен, такой же, как и отпечатки пальца у человека, причем этот рисунок с левого и правого бока не повторяется. Имея определенную базу фотографий уже у нас, компьютеров, да, то, в принципе, научным сотрудникам не составляет труда посмотреть на фотографии животного, сравнить с так называемым паспортом уже этих пятен и сказать, что это за особь, какой у нее порядковый номер, есть ли у нее имя. А как отслеживаете судьбу животных? Ну, конечно, основной метод изучения, который используется на территории национального парка, это метод с использованием фото-видеоловушек. То есть это такие специальные фото-видеокамеры, которые устанавливаются на стволах деревьев, и они фотографируют движущиеся объекты. Ну, как правило, конечно, в лесу движущиеся объекты – это животные. Камера определенным образом настраивается и через определенное количество секунд фотографирует, последовательно фотографирует тех животных, которые проходят мимо. Ну, и вот, используя как раз эти фотографии, мы отслеживаем, какие животные встречаются у нас на территории. Конечно, основное внимание направлено на дальневосточных леопардов, и у нас огромная база вот этих фотографий с фото-ловушек. И мы можем сказать о том, где, в какой части национального парка фиксировалось животное. Примерно по морфологическим признакам определить, в каком оно состоянии. То есть видны ли какие-то, есть ли какие-то признаки повреждения, здоровое животное, либо ему требуется какая-то помощь. Также мы имеем возможность определить пол, если зверь повернется в нужной части своего тела, к фото-ловушке. Вот, ну и еще некоторые данные, которые уже обрабатывает наш научный отдел. Миамур был крестником Ильи Лагутенко. Вот, есть ли еще у кого-нибудь из редких животных хранитель? Ну, да. Как бы у миамура. Да, у нас есть такая традиция. Вообще, так как дальневосточный леопард – это самая редкая кошка планеты, и сегодня численность этого вида исчисляется десятками, то каждое животное, которое заносится в нашу базу, в первую очередь, оно имеет порядковый номер, который не меняется в течение всей его жизни. Ну и так как дальневосточный леопард – это практически каждый дальневосточный леопард – это уже член такой большой семьи, состоящий как из леопардов, так и людей, то некоторые из них имеют имена. Какие-то имена были присвоены еще достаточно давно, когда изучение только начиналось, когда только животные начинали заноситься в единую базу. А каким-то животным имена дали люди или организации, так называемые хранители. То есть это те личности, которые внесли уже определенный вклад в сохранение дальневосточного леопарда. Это как крупные организации, так и отдельные люди, это и политические деятели, и деятели культуры, так и какие-то детские коллективы, которые нам достаточно часто помогают в осуществлении природоохранной деятельности. Валентина, спасибо, что ответили на наши вопросы. Напомню, на главную тему мы говорили с начальником отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда» Валентиной Пичугиной. На этом наш выпуск завершен. В студии работала я, Алина Черненко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин